Рязань отметила День пограничника. Торжественные мероприятия, посвященные этой дате, состоялись в четверг, 28 мая. В этом году праздник отмечают не так широко, как это бывало в прошлые годы. Режим самоизоляции дает о себе знать. Но традиция есть традиция. И рязанские ветераны пограничных войск, а также действующие сотрудники, вновь возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» на Площади Победы. Этот день значит для меня вспомнить героев пограничников, которые пали смертью храбрых на западной границе Советского Союза 22 июня 1941 года. Также мы вспоминаем тех ребят, которые сражались в Афганистане. Там тоже было достаточно много пограничников, 62 тысячи, которые там храбро сражались. После того, как пограничники отдали дань памяти участникам Великой Отечественной войны, они отправились к площади Маргелова. Там, у мемориала павших в локальных войнах, они также возложили цветы и преклонили колено. В этот день праздник не столько для нас лично, потому что, ну, все равно, ребята встречаются, разговаривают о чем-то. Но главное, я считаю, это помнить тех, кто лежит сейчас в земле сырой, кто отдал жизнь за нашу родину. Помнить тех парней, которым вечно по 20. За свою историю структура пограничных войск пережила не одну реорганизацию. Однако ее цель осталась прежней – охранять рубежи страны на море и на суше. На встречу пограничники общались и вспоминали случаи своей службы. Виктор Боднарюк, полковник пограничных войск КГБ СССР, поделился с нами историей, как получил медаль за отличие в охране государственных границ. Раньше на заставах там ребята сами, как обычно говорят, ну, желаем тебе поймать нарушителей. Я наряд отправил, назад возвращаемся, и тут попадается нарушитель государственной границы. А мы его не знали, он мастер спорта по дзюдо. Мы его задержали. И когда мы узнали, что у него лежит ручка, пистолет, сначала они боялись. А потом, когда узнали, мурашки по спине, скажу, чувство страха сразу за жизнь. Во время праздника пограничники поздравляли друг друга и говорили о планах на будущее. А еще они обсуждали идею создания памятника пограничника в Рязани. Продолжение следует...